Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна ФМ. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ в эфирной студии Роман Шахов. Добро пожаловать в летнюю солнечную программу «Лучшее в стране». Сегодня мы будем говорить про те места, где море, солнце, отдых и много позитивных эмоций. В гостях у нас руководитель отдела по работе с агентствами компании «Амботис Колледей» Алла Филимонова. Здравствуйте. Добрый день, Роман. Добрый день, друзья. Я надеюсь, могу так обращаться к нашим радиослушателям, потому что сегодня мы с вами на одной волне. Нас еще и смотрят, представляете? И телезрители, и радиослушатели. Тем более мы все на одной волне. Всем добрый-добрый день. У нас много вопросов, и возможно, не только у меня. Так что, друзья, если у вас есть вопросы по поводу отдыха, пишите 8909-9281-8999, смс в WhatsApp, в Айбер. Ну и, конечно, наша группа ВКонтакте, есть публикация, которая посвящена визиту Аллы. Не так давно Алла, 20 июля, у нас был конкурс «Большой футбол», подвели мы итоги, и Наталья выиграла одну из путевочек в Грецию от компании «Амботис Колледей». И многие завидуют. Да. Насколько я понимаю, до 30 мая она может поехать следующего года, но жизнь наша, сами понимаете, не всегда стабильна, предсказуема. Есть ли гарантия, что к этому времени, к 30 мая, с компанией «Амботис Колледей» все будет хорошо, и вот Наталья сможет поехать отдохнуть в Греции? Роман, вопрос волшебный. Я надеюсь, что Наталья, если она сейчас нас смотрит... Она смотрит, слушает, конечно. Я надеюсь, у нее прекрасное чувство юмора, она не побежала за валидолом и держит перед собой путевку. Если быть серьезными, то я могу пожелать Наталье обратиться к нам за реализацией путевки чуть раньше. И не потому, что «Амботис Колледей» сможет что-то случиться, я не об этом. А просто если она обратится к нам в мае, может оказаться, что это замечательный отель, который она выиграла, просто на стопе. Потому что есть у нас такая позиция, как раннее бронирование, которое начинается в декабре и заканчивается в конце весны. И к этому моменту самые лучшие отели, к которым относится тот отель, который она выиграла, могут быть уже на мае заняты. Это единственная печалька, которая ее может ожидать. Все остальное пусть ее не волнует. Но учитывая то, что вы сказали печалька, значит, в принципе, это мелочь. Конечно. Нет, это мелочь на фоне мировых событий, но просто хочет, чтобы она реализовала свою путевку. Ну и, друзья, не забывайте, что впереди кто-то еще заберет путевку на два лица, потому что у нас 15 августа будет день рождения страны ФМ, два года, и кто-то еще заберет одну путевку в Грецию от компании «Амботис Холидей». Смотрите, слушайте страну ФМ, все подробности в интернете. Ну, что касается Греции, ваше отношение к Греции, пишите. Вы знаете, Греция — это целый космос. Потому что, когда мы говорим слово «Греция», мы подразумеваем не что-то единое. Скажем, Халкидики — это отдельная страна. Крит — это совершенно другая история. Родос, вот только что перед эфиром я вам рассказывала, там есть поцелуи двух морей, и это нужно видеть, потому что, когда рассказываешь, в это не веришь. Когда ты делаешь шаг влево, и там эгейское побережье, где волны серфингисты, делаешь шаг вправо, и там штиль, и там купаются даже дети. Я не говорю про пелопонез, где сосредоточена вся из той древней Греции. Там «Спарта», там «Олимпия», там «Миссинья». Поэтому, в принципе, можно есть бесконечно. Чего я вам искренне желаю. Дорогие друзья, смотрите, слушайте «Страну.ФМ». Мы будем общаться целый час. Вопросы Алле задавайте вконтакте «Страна.ФМ». Скоро вернемся. Будьте поблизости. Дорогие друзья, руководитель отдела по работе с клиентами компании «Амбодис Холидрис», Алла Филимонова в гостях у «Страны.ФМ». Мы продолжаем общаться, мы продолжаем рассказывать, что в нашей жизни очень важно не только работать, но и отдыхать. Отдыхать необходимо. Правильно. Чтобы отдых был комфортным, важно понимать о тех подводных камнях, которые могут нас подстерегать. Вот не так давно новость, которая касается компании «Натали Турс», нас шокировала, что там отменяются уже подтвержденные туры, чартерные программы на вашей деятельности, на «Амбодис Холидрис». Как-то это отразится вообще, вот ситуация? Роман, если позволите, я начну с вашего волшебного слова «шокировала», потому что, ну, наверное, людей, которые далеки от турбизнеса… Мы переживаем. Нет, переживать, мы сами переживаем. Шокировала не совсем так, но огорчила, я бы сказала, так, потому что, в принципе, звоночки-то были давно, и такого уж чего-то удивительного не произошло на самом деле. Это, безусловно, грустно. И грустно я объясню, почему. Когда происходят какие-то проблемы с нашими коллегами, мы можем как угодно к ним относиться, это могут быть партнеры, это могут быть конкуренты, но это участники нашего рынка, и на имидже рынка сказываются такие вещи. Безусловно, это нам грустно, и мы бы хотели, чтобы все туроператоры были живы-здоровы. Тогда нам всем было бы хорошо, пусть будет нормальная конкуренция. Что касается нашей работы, на ней, в принципе, не сказалось никак, на самом деле. Были звонки от туристов, которые хотели поехать на те направления, которые у нас с Натальей пересекаются. Более ничего особенного на нашей работе не отразилось. Но могу сказать, что с клиентами Натали Тур, несостоявшимися клиентами Натали Тур, работают наши принимающие офисы и на Родосе, и на Крите, и так далее. То есть мы туристов любим всех, от кого бы они изначально не планировали поехать. За это вам громадное спасибо. Скажите, пожалуйста, как-то турист застрахован, и что ему делать, чтобы застраховаться изначально? Вы знаете, туристам... Как себя обезопасить? Ну, обезопасить от всего может только Господь Бог, видимо. Это правда. Но туристам я советую обращать внимание все-таки на неоправданно заниженную стоимость. Потому что когда туроператор предлагает демпинг, это первый звоночек. Я не хочу углубляться в подробности. Я думаю, что все экономически достаточно развиты и образованы. Когда туры по каким-то причинам дешевле, чем у всех остальных, и намного, и на протяжении всего периода, это первый звонок. Поэтому к этому надо быть осторожным. Ну, Роман, вы понимаете, все стоит столько, сколько стоит. Ну, конечно. Да, я всегда привожу пример, который понятен на таком бытовом уровне, скажем, особенно женщинам. Вот вы увидели какую-то ювелирную красоту. Но вам она, увы, сегодня не по карману. Ну, вам или вашему спутнику, или тому и другому. А рядом точно такая же, но в половину стоимости. Вы же ее не купите. Вы понимаете, что это подделка. То же самое можно сказать о любом продукте, в том числе о туристическом. Ну, вот, собственно, все. Надо быть аккуратными. Ну, и потом какие-то документы должны человека страховать. Документы, безусловно, есть. У каждого туроператора есть финансовые гарантии, которые пока еще никого ни от чего не спасли, но они есть. Ну, потому что их не хватает. Вот у тех, с кем случилась беда. Я понимаю, что говорить об остальных – это дело неблагодарное. Я скажу о нас, о холдинге «Амботис». Два слова, да. У нас гарантией является то, что мы холдинг, в первую очередь. И у нас таких вещей, когда мы не заплатили принимающей компании, в Греции не может быть, потому что мы сами себе принимающая компания. Как сказал кто-то из ваших коллег в беседе со мной после этих событий, у вас же один карман. У нас не совсем один карман. Будем говорить, что у нас два кармана одного пиджака. То есть, и вас провожает «Амботис» вот с этим замечательным логотипом, и с таким же логотипом и в такой же форме вас встречает «Амботис». Поэтому у нас такого быть не может. Я знаю, что быть может. Сейчас многие выдохнули у приемников и у телевизоров облегченно. За это вам грамотное спасибо. Друзья, маленькая пауза, после которой мы вернемся к общению. Оставайтесь в компании «Страна.ФМ». Друзья, Алла Филимонова в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». Руководитель отдела по работе с агентствами компании «Амботис Холидейс». Мы продолжаем говорить о том, что для каждого человека является желанным, может быть, долгожданным. Люди собираются раз в год или, может быть, несколько раз в год отправляются в отпуск и хотят, чтобы все в отпуске было хорошо. Хорошо. Чем же компания «Амботис Холидейс» может гарантировать, что у человека все будет хорошо? Замечательный вопрос, Роман. Гарантировать о том, что у человека все будет хорошо – это недостижимо. О том, что у человека будет хорошо в отпуске, «Амботис Холидейс» гарантирует, в первую очередь, своим профессионализмом. Я понимаю, что не похвалишь себя сам, ходишь как оплеванный, но это правда. В нашем холдинге работают профессионалы. Если быть более серьезными, мы стараемся, чтобы все у нас было продумано и очень взвешено с точки зрения финансовых потоков. Я думаю, что достоинство, которое писал русский классик «умеренность и аккуратность» – это вот наша стезя. Мы летаем на регулярных рейсах. Да, у нас, конечно, там есть жесткие блоки и есть собственные самолеты на эту регулярку, потому что слово «чартер» некоторых туристов безумно пугает. Это не про нас. Мы стараемся, бывают обстоятельства, когда нас вынуждают, но в основном мы сидим на регулярной. А стоит бояться «чартеров»? Как вы скажете? Бояться вообще ничего не надо, потому что, когда боишься, притягиваешь к себе. Опасаться. Ну, опасаться в каком плане? В расписании «чартерные рейсы» наиболее уязвимы. То есть, если необходимо кого-то куда-то подвинуть, то первые кандидаты на это – «чартеры». Да, но на самом деле есть «чартеры», которые летают замечательно. И я хочу сказать следующее. Ни одного худого слова в адрес коллег своих я вообще стараюсь не комментировать. У каждого своя позиция. Но иногда «чартеры» ставят не совсем продуманно. Их ставят больше, чем нужно, потом вынуждены снимать и так далее. С регуляркой такого случится, в принципе, не может, на то иная регулярка. И мы, еще раз повторю, стараемся летать на регулярных рейсах. Ну, и потом, еще раз хочу повторить о том, что вас провожают в футболках «Амботиса», вас встречают в футболках «Амботиса». То есть, вы в одних надежных руках холдинга «Амботис». Более того, в наш холдинг входят и собственные отели. Да, это тоже очень важно. Да, много ли отелей? Много, не поверили. Какие звезды? Расскажите. Звезды разные. От двух до пяти. Почти как коньяк. Да. Хорошее сравнение, так. Да. Вот, кстати, наша Наталья, если я ничего не путаю, я, правда, была в командировке, могу что-то спутать, но если путаю, меня поправят коллеги, но, скорее всего, ее путевка как раз в один из наших отелей. Да, поэтому тут вообще все классно и надежно. У «Амботиса» свой транспорт, это понятно. У нас даже есть свои бензаправки. Как? Вот так. Такое бывает? Бывает. Вы знаете, наши водители рассказали мне одну замечательную вещь, когда они заправляются на наших заправках, наших собственных. Они, конечно, не на каждом углу в Греции, но они есть. Так вот, пробег больше, чем если они заправляются на сторонних заправках. Вот надежность «Амботиса» сразу. – Подождите, а есть машина у вас, можно взять? – Есть, конечно. У нас свой транспорт. Причем транспорт для трансферов индивидуальных и групповых – это больше или меньше автобус. У нас есть просто космические корабли, замечательный автобус. У нас есть минивены, у нас есть разного калибра транспорт для групповых трансферов, есть машины для индивидуальных трансферов, и, конечно, можно арендовать машину у нас. То есть, смотрите, можно приехать через вас в Грецию, потом на вашем же автомобиле доехать до вашей же колонки и заправиться, и кататься. Конечно, конечно, да. Послушать наших гидов, и все будет наше, и вы будете счастливы, и будете вам счастья. Спасибо. В этом счастливом настроении мы, друзья, сделаем маленькую паузу, а потом вернемся опять в эфир. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Друзья, на волнах страны «Страна.ФМ» Алла Филимонова, это человек, который представляет сегодня компанию «Амботис Холидейс», и мы говорим о том, как же можно с помощью этой замечательной компании чудесно отдохнуть. Мы поняли, что уже Греция до того с вами связана, что у вас там есть свои бензоколонки, кроме отелей и всей прочей инфраструктуры, что на Кипр можно с вашей помощью здорово полететь, отдохнуть. Но есть, скорее всего, что-нибудь эдакое экзотическое в «Амботис Холидейс». Расскажите, пожалуйста, Алла, об этом. Конечно, есть. Сразу про Кипр скажу, что там один из офисов Ларнаки «Амботис», потому что Кипр, он, конечно, не греческий остров, но очень близок. Там пока нет заправок. Там пока нет заправок, да. Что касается «Амботис Холидейс», туроператора российской юрисдикции, мы входим в греческий холдинг. Да, и я об этом уже... Огромный международный холдинг, он получается. Да, да, совершенно верно. Головной офис наш в Салониках. И офисы, если говорить о Греции, есть в Афинах, в Кламате, в Раклеоне. То есть на тех курортах, где отдыхают наши туристы, везде они могут обратиться... На всех известных курортах можно найти «Амботис Холидейс». Ну, спасибо, вы сказали более весомо, чем я, но я... Я сказал чистую правду, Алла, да. Вот, и в России у нас главной офис «Амботис Холидейс», российский главной офис в Москве, у нас замечательный офис в Санкт-Петербурге, в Ростове, в Самаре и так далее. Но хочу чуть-чуть в историю окунуться, потому что тот туроператор «Амботис Холидейс», который я представляю, это новейшая история холдинга. Почему? До коллапса туристического 2014 года, я надеюсь, он первый и последний такого масштаба, в Грецию туристов отправляли российские многопрофильные туроператоры. А в России существовало относительно небольшое представительство «Амботиса» с правами туроператора, ну и так далее. В 2014 году «Амботис», вот мощь холдинга «Амботис», да, не просто пережил этот кризис, но и создал, совершенно верно, на базе небольшого представительства, создал мощный российский туроператор, вот с теми офисами, которые я только что сказала. Но поскольку мы российские, и у нас, увы, полгода зима, иногда бывает и больше, мы, конечно, должны наших туристов радовать и другими турами. Поэтому мы предлагаем ряд действительно направлений, которые мы объединили в пул экзотический. У нас жизнь делится на Грецию и не Грецию. То, что не Греция, то все экзотика. У нас даже одно время в горнолыжной Болгарии была экзотика, потому что не Греция. И опять-таки мы очень аккуратно подходим к выбору этих направлений, к реализации. Если вы посмотрите на наш сайт, вам может показаться разнообразие этих туров. Это не значит, что мы всеядные, это не значит, что мы хватаемся за все, что попадется под руку. Мы работаем только с очень надежными партнерами, скажем, в Индонезии, в Мексике, в Шри-Ланке, на Шри-Ланке и так далее. Мы опять-таки летаем на регулярке и мы предлагаем совершенно замечательные туры на Бали, в Сингапур. Мы готовы наших туристов отвезти на Мальдивы и в Португалию, а еще в Тунис. То есть действительно у нас довольно широкий перечень на все вкусы и, как принято говорить, на все кошельки. Но это не просто направление, взятое с потолка. Мы только надежных партнеров и только надежные авиакомпании принимаем в холдинг «Амботис», если можно так сказать. То есть, насколько я понял, если уж вы беретесь за направление, то это будет железобетонно, все продумано. Вот тот момент, как человек приходит в «Амботис». Безусловно. Безусловно. И до того момента, когда он выходит уже и открывает уже окно на море. Вы знаете, это будет железобетонно до того момента, когда он вернется в аэропорт Домодедово или Шереметьево. Обратно, я имею в виду. Так, значит, куда сейчас можно махнуть, куда зимой? Как вы посоветите? Ну, сейчас Греция, которая настолько разнообразна, что глаза разбегаются. Можно, например, в мае на Халкидики, а потом в августе на Родос, например, или в октябре на Крит. Можно на Кипр, пожалуйста, милости просим. Еще из летних направлений можно в Тунис, и у нас есть там туристы, и это тоже замечательно. И там тоже все продумано? Конечно, конечно, там все замечательно. Можно и зимой, и сейчас на потрясающий остров Бали, на крыльях наших, я бы сказала, даже не партнеров уже, а друзей сингапурских авиалиний. Это просто великолепно. И на крыльях этой авиакомпании можно и в Сингапур, и потом из Сингапура, и в Малайзию, а потом на Бали. То есть выбор широкий и сейчас тоже. А, кстати, у нас туристы уже бронируют самые предусмотрительные новогодние туры. Да, и на Шри-Ланку, и на Бали, как я уже сказала. Выгода сейчас большая? Вы знаете, выгода... Новогодних туров. Есть же скидки, наверное, какие-то. Вы знаете, новогодние туры мы сейчас предлагаем на наших выкупленных билетах. Например, вот если мы говорим Новый год на Кубе, то в туры заложены билеты, которые мы заказали у компании Аэрофлот по сегодняшним ценам. А если турист не успел купить сейчас, а потом захочет на Кубу, билетов-то у нас не безразмерное количество, то билеты свободной продажи будут стоить в три раза дороже, чем те, которые сейчас заложены в пакет. Например. То есть, если сейчас берем, в три раза экономим на билетах как минимум? Да. Где-то так. Все, друзья, берите на вооружение. Какие страны еще бы хотели? Ну, может быть, в разработке у вас что-нибудь такое? Вы знаете, у нас постоянно что-то в разработке. У нас, скажем, только что появились туры на Маврикии. Мы предлагаем очень много комбинированных туров на базе тех перелетов, которые у нас есть. Да, у нас бронируют Португалию, например. И если к Латинской Америке, которая у нас уже есть в активе, прибавить остановку в Лиссабоне, то наши туристы могут посмотреть на Христа, который смотрит на своего собрата в Рио-де-Жанейро. В Лиссабоне посмотреть вот на него, а потом на его коллегу или собрата в Рио. Как вариант. Значит, как необходимо поступить? Сначала мы заходим на сайт или приезжаем в офис. Как у вас? Значит, безусловно, мы идем в ногу со временем. Там у нас онлайн и для агентств, и для уважаемых радиослушателей и телезрителей доступен всем одинаково. Заходите на сайт и можете видеть весь перечень стран, которые у нас есть. Заходите в онлайн, выбирайте то направление, которое на вас смотрит, или которого просит душа, или то и другое вместе. Выбирайте курорт в этой стране, выбирайте отель по звездности, или по описаниям, или еще как-то. И пожалуйста. И вы уже практически в пути. Но документы вы помогаете делать? Конечно, безусловно. Не просто помогаем, мы сопровождаем. Если кто-то предпочитает сам пойти в консульство, мы делаем визовую поддержку. То есть собираем те документы, которые необходимы туристу для самостоятельной подачи. Мы проконсультируем, кому нужно, кому не нужно сдавать отпечатки пальцев. Потому что деткам до определенного возраста это не нужно при получении шенгенской визы. То есть мы абсолютно все консультации дадим, и дадим консультации по отелю. Какой отель выбрать для отдыха с детьми, а какой для тех, кто как раз наоборот хочет дистанцироваться от детского шума. Зажигать там. Да, да. То есть все консультации к вашим услугам. Хорошо. Значит, мы понимаем, что приходя в Амботис, мы можем, грубо говоря, в одном окне, в одной компании все сделать, все получить. И, собственно, уже потом чудесно отдыхать. Конечно. Постоянным клиентам мало. Может быть, какие-то скидки, кто вот один раз уже воспользовался. Есть ли такое? Мы рассмотрим, да, в индивидуальном порядке. Но на самом деле я хочу сказать, что туроператор, он общается в основном с агентствами. Да, это надо отдавать себе в этом отчет. Но вы же умеете общаться с агентствами, да. Конечно. С агентствами мы умеем общаться, у агентств есть скидка, комиссия, это не скидка называется. И агентство, которое работает с нами активно, оно получает повышенную комиссию и может от нашего имени давать скидки туристам, как вариант. Вот. Но, конечно, у нас есть клиенты, которые предпочитают приходить к нам. И постоянным клиентам, да, мы рассматриваем скидки, конечно. Ну, я надеюсь, что когда у вас появятся новые направления, это все будет оперативно отражаться на сайтах? Оно так и есть. Сайт, группы ВКонтакте, Инстаграм. Что самое оперативное у вас? У нас есть страничка на Фейсбуке, у нас есть страничка ВКонтакте. Вы можете видеть. Но зависит от того, о каком направлении или о каком сегменте мы говорим. Например, на страничке в Фейсбуке мы делимся своими горячими всякими разными предложениями. А вот ВКонтакте, например, у нас очень активно работает страничка Клаб Элефант. Вы слышали, что у Амботиса есть такой Клаб Элефант? Вот только что. Вот. Вот рассказываю. Вы понимаете, да, что притязания во время отдыха у детей и взрослых разные. Безусловно. Да. Если взять две полярные точки, да, то первая полярность, когда родители падают на песок, а дети ковыряют в песочке, безумно скучают. Вариант второй. Дети где-то играют, родители бегают за ними. Ни в том, ни в другом случае отдых полномасштабный не состоялся. Для того, чтобы всем было комфортно, для того, чтобы все отдыхали так, как мечталось. У нас есть такой формат. Вот наш замечательный рыжий слоненок Клаб Элефант. В трех отелях он работает. И там работает наша команда аниматоров, которые готовы предложить детям всех возрастов развлечения на море, на суше, в помещении и так далее. Родители могут подключиться. Вот. И тут за детей можно не бояться. Единственная проблема родителей – это вернуть ребенка в семью, да, извлечь его из... Договориться с ним. Да, чтобы он вернулся в семью. Так вот, на страничке ВКонтакте можно не просто найти, а можно в режиме онлайн посмотреть. Вот сегодня такой был конкурс, такие-то победители, а завтра такая-то викторина, а послезавтра это. И когда приходят туристы с намерениями поехать в тот или иной отель, где работает Клаб Элефант, они могут просто вот увидеть, как там течет жизнь, вот прямо вот здесь и сейчас. Поэтому, что касается нашего Клаба Элефант, то это милости просим ВКонтакт. Конечно, по телефонам, конечно, на сайт и так далее, но вот ВКонтакте это больше. Да. Дорогие друзья, небольшая пауза, давайте все осмыслим и скоро вернемся. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ». Дорогие друзья, Алла Филимонова в гостях у телерадиоканала «Страна-ФМ» по-прежнему руководитель отдела по работе с агентствами компании «Амботис Холидейс», я вам напоминаю. Итак, у нас практически заканчивается июль. Куда же можно махнуть, чтобы получить горячую путевочку, может быть, как-то сэкономить, но при этом чудесно отдохнуть с помощью «Амботиса». Расскажите. Рабан, сейчас разделю ваш вопрос на два. Куда можно махнуть? Масса курортов игрических, в первую очередь. Что касается горящих туров, тут я хочу немножечко заострить ваше внимание. Что такое горящий тур, чтобы было понимание. У нас, как я уже сказала, свои выкупленные кресла в самолетах, у нас свои выкупленные места или свои отели. И если вдруг по каким-то причинам, например, по причине чемпионата мира, когда все сидели здесь или работали здесь, у нас недопродавались какие-то места, естественно, нам проще их со скидкой продать, чем просто чтобы они пропали. Вот отсюда и возникают горящие туры, потому что это некая минимизация убытков, давайте называть вещи своими именами. Но сидеть до последнего, ждать горящую путевку, это не вполне осмотрительно, потому что есть, конечно, и сейчас, на 28 июля, на начало августа, на некоторые отели у нас есть вот такие горящие туры. И я даже себе выписала, на самом деле, у нас есть предложение от 23 тысяч на человека на неделю, это будут отели 3 звезды, это будут апартаменты на Крите, на Халкидиках и так далее. Звоните, друзья, сейчас прямо. Да, можете звонить, можете прежде чем звонить сейчас, посмотреть на нашем сайте. У нас просто есть такая плашечка, которая называется «Горящие туры», и кликнув на нее, вы можете посмотреть. И забронировать можно там сразу кнопочки. И забронировать можно. Вы знаете, я возьму на себя смелость, я не знаю потом, что мне скажет наш финансовый департамент, может быть, убьют, может, останут жить. Но давайте так, тем, кто позвонит до конца эфира и еще час после него, мы дадим скидку 3%. Это вот такое вот родилось предложение прямо, Роман, у вас на глазах. Но хочу немножечко, как бы сказать, охладить пыл любителей горящих туров. Потому что горящие туры не на все направления, не, естественно, не на все отели и не на все длительности. Да, это надо понимать. Если у вас отпуск уже запланирован, и вы будете сидеть ровно и ждать горящих туров, вы можете просто оставаться, продолжать сидеть дома. Ждать. Либо, да, либо вам достанется не тот отель, о котором мечталось, либо вам предложат по горящему предложению на неделю, а вам хотелось на 10 дней, ну и так далее. То есть к горящим турам надо относиться с определенной осторожностью, да, потому что они горят не потому, что кто-то их поджег, а потому что это определенная экономическая... Да, конечно. Да, экономическая такая реальность, да. Что касается реальности будущего российского туристического бизнеса, вот чуть-чуть вот об этом, может быть. Вы как человек, работающий в этой индустрии, нам обычно людям расскажете... Вы, как некоторые ваши коллеги, хотите, но не рискуете произнести там слово «коллапс», ждать ли нам коллапса. Меня спрашивали, когда вот с Натальей случилось такое... Ну, конечно, волнуемся же, да. Да, да. Я хочу сказать, что коллапс — это совершенно не про нынешнюю историю. И, честно, если бы не перерыв между четвертьфиналами и полуфиналами два дня, то я думаю, что столько внимания Натали бы не уделяли средствам массовой информации. Вот верите, так оно и есть. Как только начались полуфиналы, про Натали сразу забыли. Это не такая большая проблема для туристического рынка, хотя, конечно, неприятно. Я очень надеюсь, и экономические основания для этого есть, предполагать, что значимых, конечно, потрясений туристический рынок не ждет. Ну, потому что он более-менее пришел в равновесие после событий, о которых я уже упоминала. Второй раз упоминать не хочется. Но, конечно, нужно смотреть нашим уважаемым гостям, нашим уважаемым туристам на экономическую ситуацию и, в общем, не гнаться за самыми дешевыми турами. Это не всегда хорошо. Иногда это выливается в то, что выливается. Вот если, например, люди собираются отдыхать через год, допустим, на следующее лето уже что-то можно заказать? Как устроено это все? Вы знаете, есть такое понятие, как раннее бронирование. Вот насколько оно раннее? На некоторые отели оно начнется в августе-сентябре, потому что есть отели такого класса и такой востребованности в Греции. Я вот сейчас говорю о Греции. Такие курорты, как Сани, Икоса, например, Костановарина. Это отели лакшери, и обычно та целевая аудитория, которая на эти отели настроена, она по западному образцу все планирует заранее. Так вот, эти отели встают на стоп, это такой профессиональный сленг, раньше, чем начинается сезон. Поэтому раннее бронирование на эти отели начинается в конце августа-сентябре. То есть, пожалуйста, те, кто планирует провести следующее лето или начало осени в отелях такого высокого класса, могут уже готовиться бронировать совсем скоро. Затем все остальные отели начинают раннее бронирование осенью. То есть, это ноябрь, декабрь. И вот, знаете, к Новому году или, там, скажем, в середине января есть отели, которые уже на май практически встают на стоп, а дальше потом на июнь. И до конца весны есть возможность забронировать с существенными скидками. И скидки эти дают отели. И это тоже экономически вполне обоснованно. И это мы можем у вас на сайте все увидеть? Конечно, конечно. У нас будет обязательно написано раннее бронирование. В онлайне будет цена для понимания стандартная из каталога и раннего бронирования. Спасибо огромное, Алла. И еще, кроме разговоров о туризме, у нас с вами есть поздравительная миссия. Да. Вот я как раз очень благодарна вам за то, что вы, как в поле чудес, дали мне передать привет. Вот я случайно узнала, что сегодня день рождения не только у нашей замечательной коллеги Оли Залузской, она попала в прекрасную компанию Ирины Мишниченко и Дженнифер Лопес. Конечно, мы поздравляем. Так что вот, Олечка, в такой звездной компании ты сегодня празднуешь день рождения. От души поздравляю тебя, желаю тебе оставаться такой же звездой, как ты есть и как твои именитые сегодня коллеги по дню рождения. Браво. Дорогие друзья, Алла Филимонова, компания «Амботис Холидейс» в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». До новых встреч, отдыхайте и живите долго и счастливо. До новых встреч, пока. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова